Чтобы поздравить с Днём Победы абсолютно всех ветеранов, а также тружеников тыла и детей войны, праздничные мероприятия начинаются задолго до 9 мая. Одно из них прошло в библиотеке номер 2. Здесь на творческом вечере собравшихся поздравил генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината, депутат Законодательного собрания Челябинской области Павел Шиляев. Медленным тихим шагом один за одним в библиотеку входили героизм, мужество и непосильным трудом выполненный долг. Несмотря на то, что многим уже тяжело передвигаться, ветераны нашли в себе силы прийти на праздник. Они делают это не для того, чтобы выпить чашку чая за праздничным столом. Каждый прекрасно понимает, лишь переданные новым поколениям воспоминания о страшных страницах в истории человечества спасут от забвения, от угрозы повторения кровавых событий. Первые десятилетия после войны праздник 9 мая был своего рода гимном мужеству. Народ чествовал победителей, зрелых, в полном расцвете душевных и физических сил. С течением времени облик героя неумолимо менялся. Лицо избороздили морщинки, согнулась спина. Сегодня воины и освободители – это глубоко пожилые люди. Но тем не менее, эти старики – юное лицо великой победы. Ваша молодость, ваша юность ополены этой страшной войной. Кто-то из вас героически сражался на передовой. Кто-то своим тяжким, непосильным трудом для молодого поколения ковал эту победу в Туру. Но все вместе вы подарили эту победу миру. Подарили эти весенние дни, это голубое небо, это возможность расти детей, учиться и строить свою страну, строить свое будущее. Подарили такую надежду и возможность. Спасибо вам за ваш героизм, за те усилия, которые вы приложили, для того, чтобы сегодняшний день у нас был достойный. Поздравляю вас с этим великим праздником. С победой, дорогие ветераны!